Севолод Стеблюк Побратимы знают Всеволода под позывным Айболит. Его доброволец получил не случайно. Как раз перед отъездом на штурм Попасный мы сидели вечером и замком Бата начал вызывать. И забыл какой у меня номер. Говорит. И Айболит. Зайдите в обсерваторию. То есть штаб. Была ситуация, когда мы разыгрывали страшного Айболита, допрашивая задержанного информатора боевиков. Решили разыграть. Говорит, не хочет признаваться. Зовите Айболита. Я переодевался в такой фартук рабочий. Обмазывал его кетчупом или томатной пастой. Заходил страшный в маске с тазиком инструментов и говорил. Ну что? Но самая важная история случилась в Виловайске. Туда завели всех добровольческие батальоны МВД. Там были части вооруженных сил. Мы зашли в день независимости, когда уже было известно, что зашли и российские регулярные части. В то время, когда был парад красивый на Крещатике, мы заходили в депо Иловайска. Дальше было пять дней обороны. А потом был коридор. И генерал Хамчак Руслан принял фактично единственное достойное решение воина. Прозвучала его команда. «С боем! Вперед!» И мы пошли. Колонна была разбита. Мы тоже подорвались. В машине было девять раненых. И я. Потом, когда бой затих, начали ездить россияне и добивать тяжело раненых. А потом, когда все стихло, появился российский офицер в сопровождении десантников. И я принял решение, что надо спасать всех. Я сбросил бронежилет, каску. Достал у меня такая жилетка, была еще с Майдана. Украинский Красный Крест. И пошел. Я договорился, что буду забирать раненых. Надо было спешить, так как уже подтянулись террористы из Новороссии. И проводили зачистки. По официальным данным, Всеволод Стеблюк спас 87 бойцов. Однако в личном разговоре он признается, что на самом деле больше. Пока вся Украина вспоминает и благодарит добровольцев, Айболит на расхват, интервью на радио, встреча в Музее истории Украины во Второй мировой войне. Но он находит время для главного. Возле Михайловского собора он чтит память погибших в бою. Сейчас я заместитель начальника военной медицинской академии. Работа моя связана с подготовкой военных врачей, военных психологов. Мы занимаемся несколькими направлениями. Мы с женой основали проект исследования контузии. С 2016 года мы провели обследование более 600 бойцов. Мы периодически выезжаем в зону АТО минимум два раза в год. И проводим занятия, обучение с персоналом мобильных госпиталей, медиками и психологами бригад. И пока идет война, Всеволод будет считать себя на ней добровольцем. И уже завтра он также проснется на рассвете, но уже без фанфар и почестей отправится в госпиталь, где вместе с командой будет возвращать украинских солдат к реальной жизни.